Шалом! Мы продолжаем учить Широ-Ширим. И мы продолжаем пэрк Бет, да, второй пэрк. Если я правильно понимаю, мы в прошлый раз закончили пасуктет, если я правильно понимаю, да. Мы сделали или нет? Ответил мой любимый и сказал, встань себе, моя близкая, моя любимая, иди себе. Я помню, мы закончили пасуктет, я начну. Мы сделали все. По агра или по раше? Да, я про агра. Мы в прошлый раз закончили на агра, как мы выяснили, да? Как вы помните? У нас был перерыв, теперь надо вспомнить. Мне казалось, что мы начали агра, и что мы говорили про вот такую потрясающую тему, про схут и маот. Да. Это агра, с хут и маот. И это пасуктет. Ну, хэт и тет. Нет, это пасук хэт. А пасуктет это про грехи, которые как тряс. Да, поэтому говорим. Раши тоже про это немножко говорит. Поэтому я вот не знаю, мы... Что мы говорили, что есть шува женская, шува мужская, мы говорили. А, чудесно. Ну, тогда все правильно, пасукют. Тогда не ошиблись. Окей. Анаду Дива Амарли. Ответил мой любимый и сказал мне. Я прочитаю, потом мы, да, объясним. Перуши Акдушбору в Амарли Муше в Амарли Аарон. Шаарей Аарон, Аями Тургуман Ламаше, Давара Хэр. То есть первое, на что отвечает агра, Анаду Дива Амарли, ответил Всевышний, сказал мне, зачем два глагола, которые говорят про говорить. Говорит агра, потому что Всевышний говорил и Муше, и Аарону из-за того, что Аарон помогал Муше говорить с народом. Ну, мы знаем, что у Муше были проблемы с речью. Другой перуш, который очень интересный, говорит, агра, Анаду Дива ответил мой любимый, Паро, а потом Амарли. То есть сначала Всевышний Паро сказал, отпусти мой народ, а потом мне сказал, иди, моя любимая, иди, моя близкая, моя прекрасная, иди себе. Зачем? Люди находятся в рабстве, люди находятся в тяжелом месте. Их государство отпускает. Государство, да, порой это государство, государство говорит, окей, можете идти, мы вас отпускаем. И вдруг Всевышний обращается к еврейскому народу, судя по этому, говорит, моя любимая, иди, это для тебя, лэх и лах. Помните, как лэх лэха, Авраам, это ватха, для тебя, чтобы тебе было хорошо, чтобы у тебя было того, что здесь тебя быть не может. Вам приносят домой лото, чтобы выиграли миллион долларов, и умоляют его взять. Нет, слегка, после казни уже было хорошо, а потом уже очень потесно. Хорошо, а после того, что выиграли? Дело в том, что те, кто не хотели выходить из Египта, они уже погибли к моменту выхода. То есть это Всевышний говорит тем, кто вполне хочет выходить из Египта. Зачем он их уговаривает, да еще так красиво, близкая, моя любимая, иди, это для тебя. На этот день это похоже, что человеку принесли большую выигрыш, начали уговаривать, пожалуйста. Там муж принес жене какой-то подарок, и я буду так рад, если тебе понравится, если ты возьмешь. Ну, это вот про это. Это на самом деле очень похоже, в Торе у нас есть другое похожее на это место. Это когда Яков уговаривает Лею и Рахелю уйти от Лавана. И Лея и Рахель знают, что у Лавана им всем плохо. Они ему потом говорят, да мы себя чувствуем в доме у нашего отца, как будто мы тут последние служанки. Они ему говорят, что им тут плохо. Он-то знает, что им тут плохо. Лаван меняет ему то, что он должен ему платить постоянно. Все время обманывает. Это же их деньги, их семейные деньги. У них на глаза, их отец все время обманывает их мужа. Такая ужасно неудобная, неприятная ситуация. Ну и вообще, кто из нас захотел бы 20 лет жить в доме с родителями? Когда уже столько лет замужем, и столько лет дети, и что вдруг? И муж говорит, да, все, давай пойдем, заведем себе свой дом. Да слава Богу, пошли. Он их отводит в поле и уговаривает, и всю историю рассказывает, и объясняет, насколько им будет лучше. И наши мифоршимы про это говорят несколько вещей. Наши мифоршимы говорят, что вот это вот, когда муж любит жену или жена любит мужа, вот это хорошее, вот это называется общение, вот это называется хорошее отношение. Что никто не принимает силового решения, что все объясняется, что все дается красиво. Даже самые простые и нужные вещи. Потому что людям неприятно, когда на них давят. Даже выход из Египта, мы видим отсюда потрясающую вещь, даже выход из Египта. И они были готовы. Любая перемена, знаете, я сегодня проводила какую-то работу с людьми, которые готовятся ехать в Шлихут. Им это очень интересно. И они очень идейные. Они видят большие вещи, которые они могут там сделать. И они получат за это хорошую зарплату. То есть все очень... Но страшно. Они выдержали, причем это какая-то группа очень интересная. Они выдержали кучу всяких экзаменов, чтобы попасть в эту группу. Туда совсем-совсем не всех брали. Там многие хотели, они выбрали только пять особенных пар. Они прошли большой талик, чтобы попасть в эту группу. Но страшно. Если переезжать с места на место. У меня был период в жизни, что я за два года переехала шесть раз в районе трех улиц. Я работала в Эмбайт-Ульпане. И там не было еще Миссударс, где жить. И они экспериментировали с разными вариантами жилья. А я была Эмбайт. И я переезжала с девочками шесть раз за два года. И это было в районе, в одном районе. Это было в районе трех улиц. И это было очень напряжно и очень меняло жизнь. Другие соседи, с кем-то больше общаешься, с кем-то меньше. Тут успеваешь, надо менять магазин, в котором покупаешь. Это смешные вещи, но они меняют жизнь. А если переезжаешь в другую страну? Мы все сделали этот шаг, мы все большие герои. Многие это делали настолько закрытыми глазами, что Всевышний нас настолько взял конфейный шарим на этих накрыльях орлов, что мы даже не заметили. Но если бы вот сейчас сказать, ты знаешь, замечательная возможность, замечательная работа, нужно съездить на пару лет в Америку. Полное обеспечение, хороший штат, все замечательно. Вы уверены, что вы бы легко согласитесь? Я знаю, что я не согласилась. Это страшно. Все менять, детям менять школу. Конечно, есть какие-то плюсы, но это очень страшно. Евреи выходят из Египта. Все замечательно, все очень хорошо. Но Всевышний хочет, чтобы они не просто выходили, чтобы они чувствовали, как он их любит, что они выходят. Как то, что они выходят, это акт любви, а не акт так правильно, так надо, возьмите себя в руки. На самом деле, это потрясающий пример. Например, выводя из Египта, Всевышний не хочет оставить еврейский народ с ощущением «надо», вперёд. «Анадуди» ответил «поро», «Амар Ли» мне сказал «ку милах раяти ефати лахинах». Встань для себя, моя любимая, моя милая. Пойди себе, это для тебя будет хорошо, тебе будет полезно. Ну, в общем, такой замечательный пример, как разговаривать, если мы хотим, чтобы наши близкие чувствовали любовь. Это, конечно, очень большой ясер, я же для него стараюсь. Некоторые мамы очень-очень строго даже обедать зовут. Сейчас. Пришло время. И стояло же, готовило, чтобы её любовь почувствовали. Сейчас. То есть, например, Синий придёт сейчас, так чувствовать страшно. Нет, Всевышний не перенёс время выхода из Египта. Но он как-то смог это сделать в такой форме, что они чувствовали любовь. Окей. Что? Что? Другой пирож. Куми лах ра я ти ефати лэхи лах, айняну штэги улот. Когда сказано, Куми лах ра я ти лэхи лах, Встань, моя любимая. Это продолжение псука. Это на другие слова, да? Встань себе, Моя близкая, Моя красивая. Иди себе. Объясняет Агра, что здесь говорится про две геулы. Вообще, наш год, он делится на две части, как вы знаете. Есть два основных начала года. Когда и когда. Рошишана и... И Рошходыш Нисан. Рошишана – это творение человека, Нисан – это творение мира. И также есть две геулы. То есть, все время, все, что происходит в году, оно вокруг вот этих вот двух знаковых моментов. Скажем, там, недавно был Тубишват, это 40 дней до Нисана, ну и так далее. Да, это все так же, как Тубиав, Дрошишана. Ну, все время идет, все, почти все праздники считаются относительно. То есть, да, есть женская половина года, мужская половина года. Это относительно того, что мы в прошлый раз говорили немножко. Мы сейчас посмотрим, сейчас то, что Агра скажет, будем говорить, то, что Агра говорит. И Агра идет на эту же сторону. То есть, когда Шломо говорит, имеется в виду освобождение от тяжелой работы, которая произошла в Тишрее. И это два вида геулы. Есть геула, ми-ше-абуд, геула от тяжелой работы, и есть геула-ми-а-галут. В чем, как вам кажется, в чем отличие геула-ми-ше-абуд в геула-ми-а-галут? По-русски, как сказать, в чем отличие геула, да, освобождение от тяжелой работы и геула от галута, от изгнания. И освобождение от изгнания? От изгнания? Кирилл, Лев тяжелее. В каком это название? В чем разница? Галута, это как-то еще понятно, но зачем все? Смысл жизни? Восхождение от работы это еще не конец. Не конечное. На самом деле, это вообще, мне кажется, что вот в наше время это по-русски называется, очень есть четкие такие формулировки. Есть умение жить и есть умение выживать. Есть люди, которые живут, чтобы выжить. То есть, есть люди, которые очень успешно справляются с трудностями, очень успешно умеют спасаться от опасностей, очень успешно, когда все плохо. Когда все очень плохо, у них все хорошо. Они с этим хорошо умеют справиться. Они умеют очень успешно жить в тяжелейших условиях, они умеют жить без денег, без условий, без удобства, без ничего и выжить, и близких спасти. Причем интересно, что люди, которых заклинивает в геула Миши Абуд, в спасении от тяжелой, от тяжести, в умении выживать, и это, скажем, в нашей ментальности это очень большая проблема, потому что это последствия Шоа и так далее. Даже живя в других условиях, они видят, прямо видят опасности, видят сложности и и продолжают тяжело выживать и продолжают спасаться от Шоа Будда. Совсем другой вид жизни и совсем другой вид того, что хочет для нас Всевышний, это геулами Галут. Это выйти вообще из Галута. Это выйти из Галута куда? Когда мы выходим из Галута, то куда мы приходим? То мы выходим на свободу. Жить. закончить Галут. Всё, Галут закончился. Изгнание закончилось. И моя цель это не просто выжить, а моя цель закончить всё, что делает мою жизнь недостаточно хорошей. Не выживать, а жить хорошо. Жить, чтобы было много места для того, чтобы получать удовольствие от жизни, получать удовольствие от Бога, получать удовольствие от всего, что Всевышний что она создала. Это два совершенно разных геулы. Да, это две разные геулы. И это очень интересно, что... Это страшная цифра, но абсолютное большинство евреев, они вышли из Шиабуда, да, никто не отказался выйти из Шиабуда, никто не отказался выйти из порабощения, но было огромное количество евреев, которые отказались выйти из Галута. И мне кажется, что это не только проблема, которая была в Египте, это что-то, что мы видим каждый день. Всю жизнь принимаем решение выйти из Галута. Есть очень много людей, которые... Даже Леудаин, что мы с Галута? Которые действительно считают, что вот то, чем нужно заниматься, то, от чего нужно спасаться, это вот жизнь-борьба. Очень всё тяжело, очень всё страшно, и если я этого не вижу, просто я этого не знаю, не замечаю. Мне это несколько раз сказали. В России мне это несколько раз говорили, что кто-то... Я с кем-то говорила, и я очень не люблю пропагандировать. Но я правда вижу Израиль во многом как замечательное место для жизни. Ну, для моей. И мне несколько раз, когда ты спрашиваешь, а вот там, а что у вас взятых прямо вот, не нужно везде платить, а вот-вот прямо вас не воруют, а вот... Ну, эти вот... Вот вы прямо приходите в банк и не боитесь, что вас сейчас ограбят. Нет, вот честно. Вы приходите в магазин, и вы не пересчитываете несколько раз, вы правда думаете, что вам честно тут сдачу. А вы не помните такие ощущения, нет? И когда я говорила что-то типа, что нет, на меня это ни один, ни два, ни десять раз на меня человек смотрел и говорил, вы просто живете в фантазии и не обращаете внимания. Присмотритесь получше. Это просто засасывание. Кому ты сказала в России, что есть такое явление, что в магазине записывают, а потом платишь тебе вместе. Когда удобно? Просто очень трудно было. А иногда не записывают, а теперь в национальном удовольствии. Нет, на основном. Ну, есть, нет. И сами, в основном, сами себе считайте, считайте, потом заплатите. А сами слышите? Есть. Ну, скажем, я живу в городе, в котором большинство людей не закрывают двери, не закрывают машины, в магазинах, конечно, в основном записывают. Я против, я считаю, что это развратно, что намного легче держать бюджет, когда... Но хозяева, делайте, что вам удобно. Никто не убирает этот товар с улицы, на ночь. Слава Богу, шаббат убирают детям, бегать удобнее. Но никому в голову... То есть, я понимаю, что если я вот это все расскажу, то... Это интересно, что когда люди часто приезжают сюда смотреть, могут... Допустим, не переезжают, которые алью делают, да? А те, которые приезжают сюда смотреть, могут ли они делать алью, присмотреться. Они только замечают вот эти вещи сейчас. Вот именно вот эти вещи, вот эту грязь, вот это все. И вот не замечают ничего другого. То есть, они видят вот это вот. Многие. Ну, понимаете, люди опять... Люди, которые настроены на выживание, к сожалению... Ладно, люди. Мы в моменты жизни, когда мы настроены на выживание, мы действительно можем не увидеть... Есть такая притча, что... Я слышала ее от одного очень широкого человека, но я не знаю источник, поэтому я... Что один человек, он как-то там, не знаю как, застрял в пустыне. И он очень боялся умереть от жажды. И он понял, что если он очень аккуратненько подложит там какой-то лепесточек и соберет утреннюю росу, то там соберется ровно столько капель жидкости, что он сможет выжить в ожидании, что его найдут и спасут. И он очень боялся упустить эти капли жидкости. И он эти лепесточки складывал аккуратненько-аккуратненько и внимательно следил, чтобы ни одна капля не утекла. И если хотя бы одна капля утекала, то от него была настоящая трагедия. И он очень-очень осторожно с этими каплями очень их защищал. А рядом с ним из земли начал пробиваться источник воды, ключ. Но он был очень занят, чтобы, не дай бог, не упустить ни одной капли, потому что эти капли, это же жизнь. Не дай бог, хотя бы одна капля уйдёт. А в это время этот источник начал бить. И он бил очень сильно. И от него уже стекались ручьи. И он уже весь был мокрый. И вокруг него просто практически сносило слой пустыни. Кафи Кимбенеге. Но он был очень занят. Он так старался и так честно следил, чтобы ни одна капля росы с этих лепесточков не ушла. Это же жизнь. Это же нельзя упустить ни одной капли. Он так переживал за каждую пустунику, что он не был способен заметить всего этого обилия воды, которая его окружала. Это то, что по-простому, это то, что говорит Всевышний Кумилах. Встань. Есть два разных движения. Встать с места. Вот мы сидим где-то, в чём-то, в тяжёлом. Надо сделать движение, надо встать. Но встать недостаточно. Ну, ты встал, хорошо, ты уже не сидишь. А куда ты идёшь? Что ты делаешь в своей жизни? Ну, уже иди. И вот это, да, это важный вопрос. Что встать встают многие, а вот идти нужно сделать усилие совсем другое. Окей. Дальше. Веомар. Ра-я-ти, е-фа-ти. Следующий вопрос, который задаёт... То есть вы обратили внимание, весь этот пасук построен на сплошных лишних повторениях. Иогра спрашивает вопросы про все повторения, которые тут есть. Сейчас он спрашивает, зачем Всевышний повторился ра-я-ти, е-фа-ти. Я тут прям и так уже голову сломала, как это разными словами перевести. Ра-я-ти, е-фа-ти моя, близкая моя, красивая. Но на самом деле, понятно, что если бы было только одно слово, мы бы сказали любимая. Милая моя. Ира-я-ти можно перевести, как милая моя. И е-фа-ти можно перевести, как милая моя. Ну, нежность. Зачем Всевышний говорит и то, и то? Говорит Агра, что Всевышний, мы все знаем, что Всевышний спас нас бесхуд аават-авот. Что Всевышний выбрал нас и Всевышний спас нас в заслугу любви наших аавот, в рамы с хака-якова, к нему. Ра-я-ти, моя близкая. И Агра приводит в доказательство «Постук из Мишлей» «Ра-я-ти, верия авих аль-та-азов». Что «Ра-я-ти, верия авих аль-та-азов». Я тебя не оставлю из-за «Ра-я-та-вих». Что «Ра-я-ти» — это «Я тебя не оставляю и бесхуд аавот». «Ефа-ти, ша-ат-ба-ац-мех ефа вэлахэн лэхилах». То, что у тебя есть в заслугу отцов, то, что у нас у всех есть, баруха шерам заслуги, аврамы с хака-яковы, Всевышний нас любит. То, что у нас есть особенные гены. И это всё нам, конечно, очень помогает. Но по-настоящему куда-то пойти, куда-то сдвинуться, что-то сделать со своей жизнью счастливое, а не просто всё время спасаться от бед. Мы можем, если мы очень-очень точно знаем, что мы у Всевышнего любимая дочка, мы у Всевышнего самая любимая, потому что в нас есть наши йофи. В нас есть наши хорошие. В нас есть что-то, что хорошее в нас самих. Ефати бесхута цмех. Лейхи лах. Что каждый должен понимать, что в нём красивого, за что лично меня Всевышний любит, что лично во мне Всевышнему ценно. И это то, что даёт силы для геуламия галут, для того, чтобы уже выйти из галута, выйти, чтобы жизнь была прекрасная, а не просто избавиться от страданий. Лейхи лах. Говорит Агра, что понятно, что нужно две геулы, и понятно, что нужно два схута. Нужно и то, и то. Недостаточно только схут, а вот. Медраж в одном месте говорит, что вот это наши корни, но корни нужны только ради цветов. Если представить себе, что корни, из них ничего хорошего не растёт, то корни уберут. Корни нужны только потому, что из них что-то растёт. Нам необходимы заслуги наших отцов, но ценность, это страшно говорить, но ценность Авраам Исхака Якова только потому, что есть такие и мы. Если бы не было нас, не было бы ценности Авраам Исхака Якова. Если бы не было их, не было бы нас. Они, корни, мы из них выросли. Но если бы из этих корней ничего не росло, никому не нужны были бы корни. Это очень... Это очень важное знание. Ну, это из Сирии, конечно, мир создан для меня, но это очень важно это понимать. Потому что мир действительно создан для меня. На полном серьёзе. Да, я тоже здесь, говорит, игра и того, и того одного было бы недостаточно. Не может цветок вырасти без корня. Не нужен корень, если из него ничего не растёт. Окей. Следующий пасук. До сих пор понятно. Переходим к следующему пасуку. Пасук Юдалев. Мы это с Рашей разбирали, да? И не остав. Осень прошла. Мы это с Рашей разбирали? А? Юдбет мы с Рашей разбирали? Нет ещё? Нет. Мы разбирали. До какого пасука мы с Рашей дошли? Я прошу прощения. А? До четырнадцатого. А, ну замечательно. Потому что вот осень прошла, дождь, халав, алахло. Как по-русски правильно? Халав, чтобы это не было однокоренным Савар неожиданно. А? Промелькнул, что ли? Да, промелькнул и ушёл себе. Игра говорит очень интересно. Имеется в виду, причём тут, что осень прошла, что когда Всевышний выводил евреев из Египта, это было очень удачное время. Ни зима, ни осень, ни холодно, ни дождь, весна, тёпленько. Мы бы ещё сказали, не слишком жарко. Ну вот, правда, когда хочешь пригласить гостей в Израиль, и, скажем, гостей с не самым сильным здоровьем, не очень молодых. Когда предлагаешь? И не холодно, и не мокрое, и не очень жаркое. Такое идеальное время. На самом деле это так интересно. Опять вот, что такое любовь? Насколько Всевышний продумывает всё? Ну какая ему разница? Он же всё равно нас в облаках вёл со всех сторон. Ну под зонтик засунули пошли. Нет, он даже выход из Египта нам устраивает в такое время, чтобы это была сплошная красота и удобство. Всё продумывает. Окей. И вот сейчас мы приходим к тому, что здесь игра объясняет. Игра объясняет, что есть два вида... Скажем, он это приводит в пример, да что именно и масс-от. Что есть два вида тяжестей, которые человеку нужно волочить на себе. На своём горбу. Два вида тяжестей, которые человеку в жизни бывает нужно волочить. И посук вмешли и делят их ковыд-эвен в нотре-холь. Тяжесть камня и нотель и волочит песок. Есть камень и песок. Два вида тяжестей, которые человек в жизни волочит. Камень – это такая сложность, такие трудности, такой период в жизни, неважно, который трудный сам по себе. То есть просто есть что-то реально сложное, реально трудное, реально тяжёлое. Ты это поднял и волочишь. Ну, это реальный камень такой. Вторая, как холь, как пыль, песок, пыль, сам по себе, даже пыль, песок, что-то такое, сама по себе лёгкая. Если бы мы считали каждую песочинку, каждую песчинку по отдельности, она бы оказалась сама по себе лёгкая. Но когда её тянешь, это тяжело и мешает. Ну, во-первых, этих песчинок много в этом мешке, который ты волочишь. И, во-вторых, в отличие от камня, эти песчинки, они же пробиваются сквозь эту мешковину, и они в нос лезут, и в глаза лезут, они мешают жить. То есть как бы сами по себе песчинки… Поэтому будни нас надо ходить. То есть сами по себе песчинки как бы лёгкие, но тащить их радости мало. Ну, очень раздражают. Камень, он не раздражает, он просто физически тяжёлый. Это тяжело, встал, поволок. Но в нём есть ничего раздражающее. Понимаете разницу, да? Ну, вот, например, какой можно пример привести на то и на то? Ну, давайте я только ещё пару слов агра закончу. Ну, вы понимаете, к чему агра ведёт. Векахабыцарот. И то же самое цурос. То же самое царот в жизни у человека. Они бывают двух видов. Есть цара. Как цара по-русски? Я прошу прощения, что у меня сегодня что-то. Есть беда, есть боль, есть проблема, которая сама по себе большая и тяжёлая. А есть, что, казалось бы, ну, само по себе ерунда какая-то. Всякие мелочи. А валь мутрат коль йом томи да хат али хат. Ну, это что-то, что сводит с ума и всё время дёргает человека. Ну, это по одной, по маленькой, по маленькой, по маленькой, по маленькой. Нужно привести пример или понятно, о чём речь? Хотите какой-то пример привести? Например, не дай бог война. Большая беда. Весь народ сближается, держится вместе, справляется. Что можно сравнить с песком в жизни человека? Ну, вот, как вы правильно сказали, холь. Ну, почти любой холь можно сравнить с песком, да. Куча-куча разных забот, которые просто сыпятся, а ты с ними не справляешься. Или какой-то близкий человек, который очень тяжёлым характером. Ну, вроде бы и не беда же, вроде бы как. Близкий человек, ну, характер ужасно тяжёлый. Или, ну, качество личное очень тяжёлое. И давит, и давит, и давит, и давит, и давит, и ноет, и ноет, и зудит, и зудит. А? И это говорит, знаете, когда я сейчас вам скажу, это я так ласковый пример привела. Агра тут значительно менее приятный для нас его пример. И это разница между дождём и осенью. Осень здесь имеется в виду не вот это дождевое время. Мы привыкли осень считать, как в России считали. Там сентябрь, октябрь. Агра считает не так. Агра считает, что вот это вот время, когда дожди, но ещё тепло, это называется гешем. А стаф – это уже когда холодно. Это, ну, это уже когда реальный холод. С одной стороны, что тяжелее терпеть? Холод или дождь? Вот если не очень холодно, но дождь льёт. Или холодно. Что тяжелее? Как бы с одной стороны, холод тяжелее терпеть, чем дождь. Но дождь, он может умудриться вот этими своими каплями, которые всё время, всё время капают и капают и капают на человека незащищённого, капают и капают и капают, что может так человека довести, что может всякое терпение на это кончиться. Хотя, казалось бы, не холодно, ничего страшного, не ливень. Но оно капает и капает, и капает, и человек с ума сходит. То есть стаф – это просто заморозки, заморозило, холод. И что получается? Вот просто холодное время, ты знаешь, что делать. Ты пальто тёплое оденешь, ты, может, из дома не выйдешь, ты отопление включишь. Это тяжёлый период, но ты знаешь, что делать, ты знаешь, как с ним справляться. А когда вот вроде нормальная погода, и вдруг дождь покапал, а потом не капает, потом петь покапал, всё время покапал и покапал, и ты уже полумокрый такой, и сопливый, понимаете? Ну, вроде нельзя сказать, что так тяжело, как холодно, но доводит. Окей, этот… Везекова на токотов. Это то, что здесь имеется в виду. И он приводит для примера Мишлей. Делеф торэд в эшит мединым. Что есть разница между какой-то действительно труда, слово труд, по-видимому, оттуда. Ну, что-то трудное. Делеф торэд. Бывает у человека в жизни что-то реально трудное, и он собирается и справляется. А есть, как явление наоборот, эшит мединым. Жена, которая всё время с ним судится, всё время с ним рядится. Это по-русски правильно сказать. Жена зануда. А есть, когда у человека жена, которая всё время… Его пилят. Жена, которая всё время чем-то недовольна. Всё время она к нему так с судом. Всё время чем-то недовольна. Всё время что-то не так. Всё время пилят. Веби-юро кераат иша каша мираат золото. И он объясняет, Мишлей объясняет, что зло, которое… Которое у человека от того, что у него тяжёлая жена, оно хуже, чем если у него есть самый жуткий враг. Золотой Ивафилу им ешло соно. То, что делает жизнью человека вот такая вот строгая жена, жена, которая видит в мужа недостатки, жена, которая всё время старается его исправить, только чтобы он исправился, только вот от доброго сердца. Чтобы как-то он стал лучше. Она должна ему всё время… Кто же, если не она, укажет ему на все его ошибки, недостатки, проблемы? Кто, если не она, его носом ткнёт? И так всё время. Ну, не понял. Он опять, он… Надо? Надо? Ну, что делать? Значит, надо. Деваться некуда. Да, и говорить так раз жуткую вещь, что тот ужас, который такая жена делает человеком, это хуже, чем если бы у него был настоящий реальный соно, настоящий реальный враг. Кисоно мивакешраято, ихоллид габроалав, олашлимыто. Если у него есть враг, у него есть два выхода. Или он соберётся и победит его. Ну, как зима, да? Или он соберётся и помирится с ним, разберётся с ним и помирится. Но это можно закончить. Это проходит. Эфес эшет мединим, эйнопу элитл агмура, ахмихарефет тамид. Я говорю, так прикольно пишут тоже. Как сказать, Эфес, да? И ничего такого не получится с критичной женщиной. Она же вроде бы не хочет ему зла. Она не хочет ему зла. Но испоганивает его жизнь всегда. михарфеттотамид. Унижает, позорит. Прям гадит ему жизнь всегда. Михарфеттотамид. Кмуагешем, как дождь. Шейнопу эльра абэацмо. Дождь ничего плохого человеку не делает. Наоборот, мы молимся за дождь. Мужчины молятся за то, чтобы жениться. Женщины молятся выйти замуж. Дождь – прекрасная вещь. Без дождя ничего не вырастет. Всем же хочется, чтобы была семья. И так же, как с дождем. Потому что, с одной стороны, мы за него молимся. И мы хотим, чтобы был дождь. И если это сильный дождь, ну и хорошо. Можно переждать, можно приготовиться. А вот такие дни, когда серое небо. И то пошел, и то не пошел. И то пошел, и то не пошел. Просто с ума сводит. Хотя, казалось бы, ну что ты скажешь? Ну дождь же – нужная вещь. А так же женщина может довести жизнь своего мужа вот до такого состояния. Просто с ума сойти, как все плохо. Хотя, казалось бы, она же ничего плохого не хочет. И непонятно, что с этим делать. И у него нет никакого покоя, никакого спокойствия в жизни. Точно так же, как у человека может быть две беды – лютый враг и нудная жена, так у Израиля тоже может быть два вида порануйот, катастроф, проблем. Есть тяжелое, как камень. Жить в чужой стране, тебя мучают, от тобой издеваются. Это тяжелая вещь, как камень, как зима, как ливень, как холод. А есть что-то, что как будто само по себе, оно хорошее. Все понимают, что замечательно прийти в Израиль. Но вот это вот состояние навы-нации, состояние переезда, состояние, собственно, вот этого выхода, и идти, и менять место, и переезжать, оно настолько страшное, настолько пугает, что оно может быть, что может довести человека вот до этого состояния мужа, у которого, Эшет Меденим, да, жена, которая все время его донимает, что человек пугается этого сразу. И это то, что сказано в нашем псуке. Вот осень прошла, и тяжелая работа, которая была у евреев, это похоже на эту осень. И вот Всевышний, это уже нас из этого вывел, вспоминаем то, что мы в прошлом псуке говорили про Галут, Мишабут. Вэхэн Кан Коши, Вэагешем, это Гзират, Гзира, что нужно перемещаться с места на место, что у них нет своего дома, что нужно встать и идти, нужно менять место. Вэгам Хала Фалаху. И это тоже закончилось. То есть Всевышний обещает, что перемещение, что уже они могут уже почувствовать себя в Израиле, и что он так это все сделает, он так сделал этот переход, что как будто они уже в Израиле. И это до такой степени, как будто уже в Израиле, что следующий пасук, пасук ютбет, аницавим ниру баарец. Ростки вышли. Баарец. То есть они уже как ростками, они уже в Израиле. Другое, что объясняет Агра, аницавим ниру баарец, айнян кимихмача авот мунахим баарец, нухар лискот басхутам. Что в Израиле намного больше работает схут авот, сослуги авот, потому что здесь они похоронены. Вот эти вот ростки, которые вышли из земли, это что в Израиле у нас намного больше защита. На самом деле это потрясающая вещь. Мы живем в Израиле. Все время то войны, то нападения, то какие-то все время истории. Когда сюда первые улим, кто были первые улим, вы знаете? Кто были первые улим, которые сделали Алию, на основе которой потом все большие Алиют? Были ученики Агра сначала, ученики Агра. Потом были ученики Бешта. Были ученики Агра, которые сделали Алию. Причем Израиль был еще совершенно в жутком состоянии, нищий, разобранный. Разобранный, турки. Ну вот все, еще даже до англичан. Потом были ученики Бешта, когда это тоже сначала турки, потом англичане. И они начали, заселяли, строили базис, чтобы здесь могла быть еврейская жизнь. И потом уже на основе этого начались большие Алиют. И когда ученики Агра сюда приехали, то это было ехать в очень нищее, очень болезненное место из цивилизации, из Вильнюса, из Европы. Вместо, где нет ешив, из места, где ешивы самого Агра. Вместо, где нет общин, которые они сами должны строить из таких еврейских мест. Вместо, где арабы, тогда их было огромное количество, просто резали каждого новоприбывшего. Причем Ашкеназима они вообще не воспринимали за людей. Арабы, сефарских евреев еще хоть как-то воспринимали за людей, хоть какое-то место им давали. А Ашкеназима арабы тогда считали вообще как, ну, вообще полная ошибка природы, и что их убивали, пытались убивать, как только могли. И есть известное предание, что ученики спросили, Агра, можно ли ехать в такое опасное место, на что Агра сказала, что это будет единственное место, откуда евреям больше никогда не придется бежать. И одна из причин, почему он объясняет здесь, нецавима лубарит. Все, что мы говорим про заслуги отцов в Израиле, это намного сильнее, потому что они похоронены здесь. Это здесь та самая земля, где сказано в Таиле, как святые, которые в земле. И также это работает с первыми и вторыми луход. Мы знаем, что самый счастливый день, который был у евреев, это был день, когда нам дали луход шни им, когда нам дали вторые скрижали. И с тех пор, что они похоронены в земле, это гарантирует, что никогда не будет забыто свидетельство о том, что они были. То есть есть понятие связи с землей. Есть понятие, ну, земля, я не хочу повторяться, помните, Аграй это уже все объяснял, что земля, она символизирует физическое, и символизирует мир, в котором мы живем. И что так как мы живем в этом мире, нужно к нему привязывать вещи. Причем привязывать в прямом смысле вещи, которые похоронены в земле, это машаль. Мы делаем это действие, нам кажется, это действие, на самом деле это машаль. То есть эта вещь, она привязана к этой земле так, что не достать. Мы даже, мы могли бы сегодня пойти и достать луход скрижа Лизавета, луход, луход абрид, луход шни им. Мы могли бы пойти и достать их. Я вам скажу точно. О, мы же не знаем где. Всевышний обеспечен, что мы точно не можем их пойти достать. Ни один археолог не может, ни один жадина говядина не может. Никто не может их пойти достать. Потому что мы не знаем где. Мы знаем очень примерно. Мы когда-то с мужем читали в Медраж Мяам-Луэз, нашли описание одного клада, который один из потомков Исава в Италии зарыл. Прямо описывается подробно-подробно клад, большая золотая коробка, забитая всякими золотыми вещами. И там настолько подробно описано, где это, что мы открыли карту, и нам показалось, что мы просто можем прямо по карте найти, где этот клад, который Медраж описывает. Единственная маленькая проблема, что понятно, что точность, она примерно до размера города, и там сегодня большой итальянский город. Я себе очень живо представила, как мы с мужем всяким таким кладыскательским оборудованием взрываем многоэтажки в современном итальянском городе, раскапываем коммуникации, потому как мы ищем клад. Да, мы знаем, что Луход, они опустились где-то под кодышка Дашим. Вы представляете себе человека, который сейчас пойдет перекапывать всю Арабайт? Да. Причем ему Арабы не дадут даже больше, чем мы. Там Всевышний таких охранников поставил. Да, конечно, хорошо. Какой Медраж, какой Медраж? Который? Который вы прочтали. В Мям-Луэз. А? В Мям-Луэз. То есть Всевышний так закопал это в Израиле, так привязал их к Израилю, так привязал их к земле, к физическому миру, к Кулам-Азе, что это достать невозможно. Невозможно отделить наш мир от знания о том, что Всевышний дал нам Тору. Это вот, да, это про это. Окей. То есть Ницавим, они называются Ницавим, потому что они Ницавим — это все, из чего вырастает освобождение для Израиля. Что это за вещи, которые Баарец, и которые из них вырастает освобождение для Израиля? Это Авод, это Лухот Абрид, это Бейт-Эмикдаш. И Ишуа, она растет так же, как Цумхима и Ланут, как деревья. И спасение, освобождение, оно растет так же, как растет дерево. Как растет дерево? Что особенного в том, что как растет дерево? постепенно. И мы знаем, что постепенно. Берет время, и мы знаем, что берет время. И это никого не раздражает. А с другой стороны, а потом вдруг оглядываешься, вау, какое дерево выросло. Когда оно успело? Окей. Валахэн, эт замир и геа. И поэтому время, здесь он говорит замир от слова земра. Время песен пришло. Ницавим, ни руба арать, да, ростки показались из Израиля, из земли, и время, и момент песен. Эд – это не время, да, эт – это момент. Правильный момент. Момент песен настал. Моментом песен игра называет Ширшэлэям. Это то, что евреи пели после перехода Ямсуф. Веколь гатур нишма баарцэйну. Зэл матан Тора. Это дарование Торы. И голос быка слышен в нашей земле. Векару Тур кмошамру ба зоар шеа Тур ешл штей колот ба яхат зэ ахарзэ. Кэну ба Исраэль шамру на асэ ва нишма. Почему дарование Торы называется именно голосом Тура? Голосом Тура – это бык, правильно, да? Голос. Голос. Тор, Тора. Я тебя проверю, да, что-то мне кажется, я не уверена, да? Одну секунду, я сейчас проверю. Одну секунду. Сейчас, одну секунду. Может быть, я ошиблась. Да. Нахон, голубь. Все правильно. Он, наверное, как в Раше, точно. Спасибо. Спасибо большое. Тур. Да, почему это называется тур, голубь? Что у Тур есть два голоса. Один за другим. В общем, есть два каких-то, два звука, которые он издает. Если кто-то специализируется по голубям. Слышали? Как горлень загулится. Она как... Вот такой волной делает. Два звука. Вот. Вот примерно, видимо, об этом речь. И это то, что... Это так же, как евреи сказали сразу две вещи на Севанишма. Сделаем и поймем. Окей. То есть, говорит Агра, что можно в этом псуке увидеть, как усиливается Геула. Что вот евреи согласились на Геулу, и как Всевышний ее усиливает. Как он ее связывает с землей, и как выход из моря, и уже Матантура, и уже они в Израиле, и как Геула, она... приходит, расширяется. Как она происходит. Набирает обороты. Набирает обороты. Окей. Послух ютгимал. Тейна хантапагея вакфаним смадар натну. Дрэх кумилах раяйати и фати лэхилах. Это было как бы в начале, и теперь в конце тоже. Тейна натна. Нет, у нас просто получается, что бьют кумилах. И здесь опять то же самое. Да. Нахон. Сейчас мы разберем, увидим. Нахон. Нет. Это все он продолжает говорить. И это все он ее уговаривает, чтобы она шла... Быкеев. Чтобы она шла с радостью. И он ей рассказывает и обещает, как это будет. Он не... Он не жадничает на уговаривать. Он не экономит на уговаривать. Окей. Тейна ханта пагеа у... Ну, Тейна как по-русски? Инжир. Инжир. У инжира вышли... Ну, есть пагеа, это эти первые плоды, такие еще, пагим. Зависи. Зависи. Ну, уже это... Ну, в общем, да. Уже у нее вышли эти пагимы еще начальные. Кфаним смадар. У винограда плоды. Над нуреях. От них уже пошел запах. Кумилах. Раятии фатиле хилах. Встань себе, любимая, близкая моя, красивая моя, иди себе. Ну, что-то объясняю по поводу запаха лоза. Не помню, чтобы лоза пахла. С винограда не есть. Ну, мы в прошлый раз говорили, да? Да. Параши говорили. Да. Сама по себе вот просто лоза, она не очень-то пахнет. Окей. Давайте сейчас посмотрим. Пагим. Эм атаиним. Боудам раким. Батхилат смехатам. По агра. Вот эти вот... Это что у Таины вышли молодые Таинята. Это что у Таины уже есть эти молодые мягкие плодики, да? Но уже съедобные. А кфаним смадарнат нурея хайнян. Ки Таина ке альтанмедейха хамим. Кмошен и имар, но цар Таина вахуле. Укфаним на тус мадар эм балэй митсвод. Это вам ничего не напоминает? Да. Что это вам напоминает? Перевести, дамы? Давайте, я разобула. Сейчас переведем. Смысл, что инжир намекает на мудрецов, на талмедейха хамим. Виноград намекает на балэй митсвод, на людей, которые делают митсвод, на людей, которые делают хорошие вещи. Почему они описываются как маленькие и юные? Потому что это еще дома Тан Тура. Так же, как дома Тан Тура, по которой нет митсува, по которой Всевышний не дал Тору. Невозможно быть талмедхахам настоящей. Потому что человек учит по своему желанию, не потому что Всевышний дал. И знания совсем не те, и уровень обязанностей не то. То есть до сих пор была устная традиция, вы знаете, от Адама, от Ноха, от Эвера, от Шем. Авраам учился, у Шем в Эвер, в Яшиве. Но это было что-то, что передавалось, а тут Всевышний дал напрямую. То есть та силища, и та энергия, и те возможности в знании, которые появились после Матан Тура, после дарования Туры, они невозможно сравнить. Настолько даже самые большие мудрецы до того, они называются как Пагим. Ну, в современном языке Пагим это недоношенные. Ну, такие, ну, да, совсем не, 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 они не могут быть настоящими. Но тем не менее, большие люди в Израиле делятся на мудрецы и на Баалей Митцвод. Баалей Митцвод это люди, которые помогают, которые делают Митцвод, которые, у них очень хорошие дела. У них не так много знаний, у них хорошие дела. И это похоже на что вот эта вот классификация, которую он здесь приводит, на что это похоже? Да, и это бедюк, то, что Агра дальше пишет. Нарбы миним, которые делятся по принципу у кого вкус, а у кого запах. И это точно то, что говорит пасук. Когда птаина, она у нее вкуса, смодар, подчеркнуть, что это не совсем то, что мы подумали, Шлома подчеркивает, Шлома подчеркивает, что здесь именно речь о запахе. Запах это то, что передается людям. То есть это именно дела. Это именно митцвод. То есть, почему написано смодар на тну рех, потому что здесь имеется в виду бали митцвод. Да, и мама Шлома прямо, и он точно так, как мы сказали, говорит, тетрог ешбутам ве реах, у негид ламидеха хамим, ве адас шембу элреах, негид бали митцвод. То есть то, что в сукот у нас это соответствует, таина соответствует тетрогу, а кфанейсмадар соответствует адасу. У одного запах и вкус, у другого только запах. Ихид, про заслугу, а вот, да, про заслугу Авраама Саакьяков и заслугу их самих. И он говорит, что в этом поколении они сошлись очень сильно, что там была огромная заслуга у поколения, огромная заслуга, авод, до такой степени, что заслуга этого поколения, она работает, как говорится, как сказано в Сефердварим, шумер бритад элевдор. Наш бритсавод Всевышний сохраняет тысячу поколений, а здесь их схуд свой был тоже огромный, который тоже сохраняется в ебану, яхад схудавод и схудбаним. Дай Бог, чтобы у нас тоже так было, схудавод и схудбаним. Ипасук Юдалит. Нормально, вы успеваете? Вопросов никаких? Ничего? Хорошо. Иона Тиба, Аугея Села, Беседра Мадряга, как моя голубка в Агея Села, в расщелине скалы, Беседра спрятана в ступенях. Покажи мне с Мореха, как ты выглядишь, дай мне услышать твой голос, потому что твой голос приятен и ты выглядишь на В. Ну, тоже очень хорошо. Я не знаю, это очень трудно переводить. Вы помните, Раша, что описывает, да, Раша приводит знаменитый мидраж про голубку, которая залетела в расщелину, спасаясь от орла, а там на нее с другой стороны змея, и это как евреи перед переходом помните. И этот же мидраж здесь приводит это то есть, это голубка, она находится в ситуации, что по законам природы есть спастись некуда и все, полная катастрофа, жуткий ужас. Так же египтяне гнались за нами и вошли в море в Эгалея и только волны моря встали им навстречу. Знаешь, что евреи стояли на берегу моря, здесь море, там животные, тут змеи выползли. То есть Агра описывает, вот стоят евреи на берегу моря, здесь это море бурное, здесь животные, здесь змей какое-то жуткое количество наползло. И что делать евреям? Куда податься бедному еврею? Вверх. Это точно то, что пишет Агра. Выносу и неемли мало. И они подняли глаза кверху, и они смотрели на небо, и написано, что даже Ихескель не мог видеть так, как могла видеть последняя шивха, когда они переходили море, это началось еще до перехода моря. Всевышний открыл для них небеса. Они стояли перед ям Сув, и они смотрели на небо, и они видели, что происходит с точки зрения Малахим, что сейчас происходит с ангелами. И они видели ангела Египта, который нападает на них, который пытается их уничтожить. То есть, когда они подняли глаза наверх, они там видели ангела Египта, который пытается их уничтожить. И это то, что написано Беогея Села. Поэтому Медраж сравнивает, что она залетела вот в эту пещеру в горе. Даже некуда глаза было поднять. Они подняли глаза, и там тоже жуть, что. Убасетра Мадрига, аэфехмашекатув вайта мала-мала. Кшелим бы Мадрига за Илья везеу бы Сетра Мадрига шило ая лаэм маком лейсатер вайют срихим лаастир адсмам гамми лимал. То есть, у них было ощущение, что вообще спасаться негде, что на небе тоже все воюет против них. Поэтому написано Бе Сетра Мадрига. Мадрига это что-то поднимает наверх, а им нужно был Сетра от Мадрига. Им нужно было прятаться от от верха. В Аз Амарко Душборову. И вот в этот момент, когда у них было ощущение, что вообще все, со всех сторон все перекрыто, со всех сторон все закрыто. На самом деле, что они видели наверху? Они видели наверху бой Малахим. То есть, да, Всевышний управляет нашим миром через шлихим. Но то, что хотел им показать Всевышний, что есть что-то, что даже над обычным управлением мира, даже над Малахим. В Аз Амарко Душборову. И тогда говорит Всевышний. И это, конечно, огромный-огромный подарок нам и огромное правило во всех ситуациях, когда человек смотрит направо, налево, вперед, назад, наверх. И везде все перекрыто, и везде все темно, и везде все непонятно, что с этим делать. И тогда говорит Всевышний, Гар-эни эт-марех, покажи мне себя, пируш, Гар-эни одни сайон и хад, кмоши раити квар-бим ха. Ва-ину дворубны и сраэль ваису то ха-ям. Говорит Всевышний, это просто еще один нисайон. Это я хочу увидеть, какая ты молодец. Что такое нисайон? Что такое вообще нянжель нисайон? Зачем Всевышний делает Аврааму нисайону? Зачем Всевышний нам делать нисайону? Давайте смысл нисайона, что Всевышний знает, что в нас скрыто, что в нас спрятано, что мы сами про себя не знаем. И он стоит условие, чтобы мы могли это вытащить. Поэтому нисайон это мадригада, а поэтому нисионот люди растут. Всевышний дает нам возможность познакомиться с собой. Говорит Всевышний, это просто еще один нисайон. Наши Неймарда Беребна Исэльва Исуда Тохаям. Скажи им, чтобы они вошли в море, просто чтобы они знали, что есть, что их дорога не всегда, с которой ты знаком. Ты был уверен, что так нельзя, и так нельзя, и так нельзя. На самом деле есть столько всего, чего можно. Я не знаю, как у вас, я так часто думаю, что если взять меня, не знаю, 18-летнюю, 20-летнюю, даже 30-летнюю, было столько вещей, которые я была уверена, что вот так невозможно, и так никак, и так не работает. А оно так замечательно работает. А жизнь настолько больше, а Всевышний сделал мир, который настолько богаче. И это просто потрясающе, как с каждым годом, с каждым куском жизни узнаешь, да вот так еще можно, еще вот так можно, еще вот так, и вот так работает, и вот так работает. Кмоши Асуквар Рацюни Беумри Ваишу Вулевны. Пихеру Вулуи Шелоти Эх Ниткаре Влица Дротфим Мия Тхафац Нахшон Литохая Всевышний Хотел, чтобы они ему доверили, что можно не так, как мы верим, что можно, что можно намного больше, если Всевышний говорит, что можно. И это открыло перед ними целый мир. чем вот это великое поколение пустыни. Поколение пустыни, то, что там очень многими фаршимы учат про поколение пустыни, это было поколение, которое научилось того, что физические рамки они вообще не рамки. Они вообще только настолько рамки, насколько ты им позволяешь быть рамками. Вот вся их жизнь в пустыне, вообще никаких физических рамок. Они не ходили в туалет, им было не надо. У них еда усваивалась целиком, и она была абсолютно идеальна, им соответственно, а по вкусу, как им нравится. Их защищало все со всех сторон. Дороги перепрыгивали так, как было правильно и нужно. Вообще никаких пределов физического мира. Да, и сказал Всевышний, я хочу видеть, что они делают, потому что я говорю и не сомневаются. И сразу прыгнул Нахшон Бенаминадав в море. И Израиль за ним, и евреи за ним. И это то, что сказал Всевышний Аремит Коля, это Морех. Покажи мне, какая ты. Что значит Ашмеет Колях, дай мне услышать твой голос, Башира, Кмоши, так как и так же, Кмоши, Шамати, Колях, Бацака. Ашмеет Колях, Башира, Кмоши, Шамати, Колях, Бацака. Я тебя, вы помните, что написано, как Всевышний вывел евреев из Египта, что он услышал их Цааку, он услышал их плач, он услышал крик их горе. Говорит Всевышний, а теперь, можно я услышу твой голос, когда ты счастлива? Спасибо, скажи. Можно пора, в самых трудных ситуациях, у нас есть две вещи, что мы можем делать. У нас есть знать, что это не Сайон, знать, что это не, никто от нас не отвернулся, никто нас не бросил, это не Сайон, Всевышний хочет видеть, что я с ним. И знать, что еще, что у нас есть возможность помолиться. Теперь молиться есть возможность в двух способах. Мы можем кричать от боли, и мы можем петь. Говорит Всевышний, ашми, откуда их? Давай ты лучше будешь петь. Давай ты лучше посмотришь, глянешься и увидишь, как много я для тебя сделала, как много это море для тебя сделало, которое оказалось таким страшным еще несколько, совсем часов назад. Давай ты лучше будешь петь. Киколех, ареф, потому что твой голос приятен. И говорит, агра, минашираши замру в леля пэйсах, что это про то, что они спели и на море, и в леля пэйсах, вэмарех, наэ, марех, кшираити бахшенихнаст, ахарайба мидбар, бэры слозаруа, наэли. Другой пирож, агра объясняет разницу между ашмии и вээрэни. Дай мне услышать, дай мне увидеть. Ашмии вэзэу шейда кельвавэх лекаем Тора вэрэни альмаасим тувим. Кециль Тора шаях шмия вэциль маасэрыя. Говорит агра, что ашмии, дай мне услышать, это что твое сердце хочет соблюдать Тору, потому что шмия относится к Торе. Но это опять, вернитесь в ту таблицу первую, там все опять будет на место вставать. И покажи мне, это хорошие дела. То есть по второму, да, и это по тому, как это объясняет Зор, агра здесь приводит с Эфера Зор в доказательство того, что он здесь пишет. Но то, что агра здесь говорит, что, то есть, если первый вариант был, это когда у нас тяжелые моменты, нам кажется, что все со всех сторон перекрыто, нужно понимать две вещи. А, это только не сайон, и Б, мы можем молиться и лучше молиться благодарностью и с песней, чем кричать от боли, все равно закричим. И второй вариант, второй пируш, который говорит агра, это лимут тура и ма сим ту вим, что в тяжелых ситуациях, то, что спасает, это лимут тура и ма сим ту вим. Окей.